МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой! Господи, Папа, простите. Ничего-ничего бывает вести по жизни. А давайте я вам помогу. Да нет, нет, я сама. Дома два года не было, подарки везу, понимаете? Руки осторожно. Понимаю. Все. Сумочку убираем с прохода. Под сиденьем, пожалуйста. Да-да-да, конечно. Давайте вашу сумку под мое сиденье. А, давайте. Давайте. Ой. Слушайте, может, мы с вами настремлю поменяемся, а? Так у вас в светах место в окошке. Ну, в том среде, что в окошке. Вы что, боитесь летать? А можно у них в окошке? О, давайте. Сейчас. Ой. Осторожно. Ага. Давайте. О. Ну, давайте наконец-то. Ой. Мария. Павел. Мария. Ой, жара. Витя, ты где ходишь? Суп-то уже остыл. Да вот запах от Жека умоется. Иди уже, садись. Витя, а Жень суп есть не хочет. Так, сын. Нужно завтракать. Да, папа, у нас что, кроме супа ничего, что ли, нету? На. Я б бутерброд съел. Горячий утром полезно, да, Том? Угу. А ты чего? Ух, для меня чего-то поташнивает. Поскорей бы уже. Ага. А, папа, деньги на обед дашь? Дом пообедаешь. У меня же футбол. Футбол у него. На. Может, соточку дашь? Соточку ему. Я на соточку не ем. Соточку. На. И чтоб после тренировки был дома как стык, понял? Угу. Будешь кто-то мне помогать коврики вытрягивать? Сегодня? Нет, вчера. Не, ну, посмотри, как он с отцом-то разговаривает. Ну, ты куда пошел-то? Да у меня уже урок через пять минут начинается. Вот. Вить, ну, оставь-то его в покое. Я как-нибудь коврики сама там вытряхну, или тете Вале попрошу помочь. Балыш ты его. А ты нет? Он, между прочим, каждый день допоздна гуляет. С большими пацанами. Того, гляди, он к нам в милиции заявится. С чего бы это? А к Рябцевым уже приходили. А он с их Димкой каждый день гуляет. В кого? Он только такой, ты вроде спокойный. Да в Маньку. Манькингин, сто процентов. Я бы такой характер. Ладно, Том, я побегу. Ты же не понел ничего. Ну, не успевай. Если кто звонит, я с начальником договорился, он меня раньше отпустит. Да рано еще, Вить. Точно? Ну да. Все равно. Все. Ну, как ты пойдешь-то? Все, все, все. Я поймежу, все. Вот так. Он говорит, вынуждена отказать вам в отпуске. Я говорю, что значит отказать? Я уже год в отпуске не была. Он говорит, ну, либо вы остаетесь, либо мы ищем другого человека. Ну, пришлось остаться. Ну, а что мне делать? Я два года, два года семью не видела. Нет, конечно, он предлагал мне какую-то компенсацию на то, чтобы у меня отпуска не было на выходные там к морю. Но я этих итальянцев знаю, я, конечно, не дура, я никуда не поехала. Вообще они сумасшедшие, смешные. Проходы мне не давали. Чао, Белла, чао, Белла. Честно говоря, Мария, мне не сложно их понять. Вы действительно красавица. Ой, да ладно вам. А один дурак пристал. Я говорю, что ты ко мне пристаешь? Я замужем. Он говорит, да не может быть, чтобы были замужем. Он говорит, ну, как не может? Достаю ему кошелек. А у меня там фотография. Ну, мужа и сына. Я говорю, вот, надо поверить, все. Ой, господи, как же я соскучилась-то по ним. Все время с собой эту фотку таскаю. Вы только не подумайте, я работала там, не то, что там что-то. А теперь я домой еду. Мне аж прям сердце от радости выпрыгивает. Так счастливо. Я вас сейчас представляю, как вас будут встречать. С цветами и с музыкой. Это как минимум. А я-то им сколько подарков накупила. Как же здесь все в саморезе все хорошо упаковано. Так вкусненько. А вы чего не едите? На лету не могу. Ой, джем сливовый. Мой любимый. Повезло вам, а у меня яблочный. А я вообще по жизни везучая. Смотрите, он у меня. Ой! Простите, пожалуйста. Нет-нет, ничего страшного, отстирается. Господи, ну криворуко. Дайте салфеточку, подождите. Девушка. Все в порядке, Марина. Уберите у нас, пожалуйста. Сейчас. Возьмете? Не волнуйтесь. Можно, да? Вы же все равно уйдите. Нет-нет. Салфеточек дайте нам, пожалуйста. Долгомоните, все в порядке. Господи, как сильно отстирается. Все хорошо отстирается, конечно. А вдруг пихно? Не страшно, у меня еще есть. А давайте я вам новую рубашку подарю. Ну вот еще. Не переживайте. Нет, ну серьезно. Я мужу, знаете, сколько купила? Нет, правда. Дайте мне сумку. Нет-нет. Ну дайте, дайте сумку. Мария, ну прекратите. Ну дайте вы сумку, ну что ли. Господи, да у меня этих рубашек завалите. А ему вообще все равно некуда их носить. У меня этих рубашек миллион. Маш, да не нужна мне ваша рубашка. Да вот же, ну отличная рубашка. Ну что вы капризничаете. Как маленькая. А у меня осадок будет, камень на душе. Используешься человек с вашей рубашкой. Может быть мне подойдет? Добрый день, дамы и господа. Командир корабля Сергей Смирнов и экипаж рады перевернуть. Разбудили? Что, такарелка, смотри. Ой. Простите. Простите ради меня. Ой. Ой. Вспугала. Здравствуй, Томочка. Ну ты как? Здравствуйте, тетя Валь. Я ничего. Вот тут решила прибраться. А, а то Виктор сказал, что тебе не здоровится. Велела зайти глянуть, как ты. Да, тетя Валь, вы мне не поможете? Мне нужно половички вытряхнуть. Ага. Ой. Манька приедет, я тебе не позавидую. Ой. Ой, характер у нее. Она и Виктор в кулаки держала. Казаностра. И все тут. А почему это ее так все казаностры называют? Так ведь вроде мафия итальянская называют. А да, вот она мафия как раз и есть. Только наша. Чуть что не по ней, сразу разборки давай. Да? Да. Ведь слова поперек не скажи. Тетя Валь, я вам тут чай принесла до печенья. Ага. Угощайтесь. ЗВУЧИТ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вить! Жень! Витя! Жек! Мать приехала! Есть кто дома-то, мужики? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Теть Вань, ты, что ли? Здорова! Здорова, Мань. А ты кто? Здрасьте. А Витька где? А, разве он знал, что ты приедешь? А что, я его предупреждать должна? Я же домой еду, не в гости. Хотела сюрприз ему сделать. Да уж. Неизвестно-ка, кто кому сюрприз сделал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ви! Вит. Витя! Да. Понял? Чё такое? Сиди! Пей! Дома твоя жать! Чё, рожать, да? Стоп! Да не рожай это! Казаноска твоя приехала! Чего? Казаноска твоя приехала! Давай, давай, давай! Беги, беги, беги! Беги! Чё такое тут? Студент, ворота! Ну что, давно это у вас? Сама видишь? Кабель недорезанная! А ты тоже молодец! По женатого мужика отлегла! Ой, тихо! Я сама! Ну и чё? Ты этими, по-моему, мужиков моих собралась кормить! А Витя нравится! Разонравится! А ты чё стоишь-то? Ну-ка, быстро! Мухой шмотки свои собирать! Чтоб через пять минут тебя здесь не было! Не надо злить меня своим пузом! Я за тебя не отвечаю, ты меня поняла? Дрянь! А пусть это Витя решает, кому уходить! Потому что это его дом! Дрянь! Дрянь! КОНЕЦ Мань, ну ты б хотя бы предупредила, что хочешь вернуться-то, а? Ну я б тогда, наверное… Скотина! Ненавижу! Убить тебя мало! Кастрировать тебя надо! Чтоб другим неповадно было! Пошел, пошел вперед! Вперед пошел, умница! С ним, с ним до конца не выключайся! Не выключайся из эпизода! Геровский пошел! Умница! Ну, пас отдай налево, пас! Пас! Я говорю! Красавец! Забился ты! Стоп игра! Все ко мне! Ировский! Сколько раз тебе говоришь, что ты не один играешь, а в команде! Нужно пас отдать! Я тебе говорил, подними гол! Увидел свободную! Отдал пас! А ты прешь на двоих! Марадонной своего замнил! Ну, Валерий Георгиевич, ну гол же был! Был! Потому что повезло! Все! Меняемся воротами! Чего тебе молчат? Ясно! Спасибо! Иродский! Все! Закончился твой матч на сегодня! Валерий Георгиевич, ну гол же был! Чего мне не забивать теперь, что ли? Домой иди, сынок! Мама твоя приехала, Иродский! Мама? Мама! Мама Мия! Вот гонца за тобой прислали! Играем! Я коммуны жить не собираюсь! Не для того я итальянцев задницы потирала, чтобы свой собственный дом непонятно с кем делить! Ясно? Нам некуда идти! Ты что, хочешь нас на улицу выгнать? А тебя никто не гонит! Пусть эта твоя убирается куда хочет! А Томе тоже некуда идти! Ты ее вообще видела, а? А что мне на нее смотреть-то? Да плевать я хотела, куда она пойдет! Раньше надо было думать, когда она живот свой нагуливала от тебя! Значит так, это вообще-то мой дом тоже! И Тома будет жить здесь! Разбежался! Чтобы я в своем доме любовницу твою терпела, да не дождешься! А Тома не любовница! Да что ты! А кто же? Жена! Я тебе жена, Витя! И развода я тебе не дам, не дождешься! А на ее пусть люди пальцами показывают! На нее и на живот нагуленный! Значит так! Знаешь что? Что? Ну что? Ну что, что? Что? Шлялась там по своему Италии, а потом вернулась и заявляет! Я шлялась? Да! Да я впахивала на вас, как проклятая! Да в этом доме все на мои деньги куплено! Ты хотя бы раз спросил меня, как дежурание мне достается, скотина! Я тебе и говорил! Возвращайся! Ну! Смотри! Вернулась! Что? Выразился как дура! Ну что ты от меня хочешь, а? Ну чего ты от меня хочешь? Да у меня новая семья! Если хочешь убирайся в свою Италию! Никто тебя здесь не ждет! Это твоя новая семья? Да? А ты башкой своей о Женьке подумал? А ты подумала о Женьке? Ты вообще подумала, как мы здесь управляемся? Подумала? Да я только о вас с Женькой думала! Я же для вас эти деньги зарабатывала! Любимому мужу машину хотела купить! Сволочь! Ненавижу! Мань, ну ты же не предупредила, что ты хочешь вернуться? Ты что, дурак что ли? А если бы я предупредила, что бы ты сделал? В шкаф бы ее спрятал с ее-то животом! Мань, ну... Витенька, я наверное пойду! Значит, слушайте меня оба! Собирайте свои манатки и валите отсюда! Понятно? Ой! Что? Что такое? Что? Что? Прости меня! Смотреть противно! Может скорую? Водички попить! Ай! На! 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 Что? Витя, я пойду куда-нибудь! Ну куда ты пойдешь, Томочка? Ну куда? Куда ты? Не знаю! Куда-нибудь! Пойдем в комнату что-то! Пойдем! 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 Ляжем в комнату! Пойдем! 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 А ты чего домой не идешь? Ты мамку-то видел? Ругавица! Баба Валь, а вот если я из дома убегаю, они меня искать будут? А зачем же ты убежишь-то? Тебе что плохо что ли? Мамка наконец-то приехала! Подарков небось навезла! Только где мы с ней жить теперь будем! Баба Валь, а вот что маму всякую занострую называют? Папа говорит, что у нее характер такой тяжелый! Но она хорошая! А вот Томку я ее ненавижу! Это за что же-то? Она же за тобой ухаживала, как за родным! Она тебе мамку заменила! Да не нужна мне другая мама! У меня своя мама есть! Мама! Мама! Мамочка! Мам, ты хорошая! Какой же ты стал! Я бы тебя не узнала, честное слово! Если бы вот так вот на улице увидела бы моего хорошего ребенка! Мамочка! Ты от меня больше никогда не уйдешь? Ты больше никогда от меня не уйдешь? Ну конечно нет! Конечно нет! Ты знаешь сколько я тебе подарков привезла? Вот такую сумку, Жек! Мам! Вы пообещай мне, что больше никогда меня не бросишь! А я тебя и не бросала! Ты что? Я же ненадолго уезжала! А теперь я больше никогда в жизни не уеду! Я клянусь ему хороший! Ой! Мальчик! Ой! Вить! Ну и куда мне теперь деваться с животом? Ты же обещала, что она не приедет! Ты говорила, что мы поженимся! Томочка, все! Не истерии! Не истерии! Манька тебя из дома не выкинет! Это мой дом! Он мне доставился по наследству от родителей! Все! Ну со свадьбы! Ну придется подождать! Мы жили бы же там и в паспорте! Вить, ты меня любишь! Ну конечно! А маленьких? Конечно, Томочка! А как мы теперь дальше жить будем? Женька меня и раньше не любил! А теперь просто возненавидит! Все уладится! Я не хочу с ней в одном доме жить! Я ее боюсь! Ну все! Ну все! Ну не хнычь! Ну не хнычь! Если она здесь останется, то это я куда-нибудь уйду! Или я под пояс брошусь! Вот увидишь! Ну я что ни придумаю! Я что ни придумаю! Митя! Витя, ты куда? Ну как? На работу! Я же обещал! Как на работу? Как ты меня здесь оставишь? Витя, я ее боюсь! Ну Том, ну не могу же я здесь целый день сидеть и окараулить? Ну вы с Маникой сами разбирайтесь, ладно? Так я с ней буду разбираться! Скажи, чтобы она уходила! Это же твой дом! Ну да! Это мой дом! Ну куда они с Женькой-то пойдут, а? А если она маленькому что-нибудь сделает? У нее глаза иногда бешеные! Слушай, я пошел, ладно? Давай вечером поговорим! Вечером! Все, вечером! 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 Все! Ну как? Угадала, да? Угу! Сидит как в литое! Ох, красавчик! Ну что, признавайся, девочки бегают за тобой уже, а? Ну бегают! Ну ладно, я же пойду! Да иди, конечно! Только не изгвадывай все, пожалуйста, в первый день, ладно? Ну я же не маленький! Беги! Мальчик мой! Да не уеду я больше никуда! Не уеду! Слушай, а я сейчас к Баблюсе пойду! Может ты со мной? Да не, я лучше с ребятами! Ну беги! Подожди! Мальчик! Мальчик! Мальчик? я тебе его не отдам кого Витьку или дом я перед тобой ни в чем не виновата да ты что мы когда встретились он вообще как холостяк жил у него даже целой пары носков не было может мне тебе в ножки поклониться за то что ты опеку над ними взяла по всем фронтам Господи что в тебе нашел девушка а вот эти нычки почем сто пятьдесят какие скороходы отец надо брать когда увидимся спрашиваю прекрати посмотрите это крестьян диор импортный очень хорошее качество нет но есть и подешевле за двадцать пять видите резиночка тянется безразмерные это Манька что ли приехала девушка а вот такие но только серые есть есть да черные улики скидываешь коза ностра господи Валерка ты что ли привет привет а ты как здесь я здесь живу погоди ты же в Москве был ну ты вроде тоже в Италии была ну я то на время уезжала а ты вроде навсегда ну видишь получился то что на время да ну и в Москву эту не город а мясорубка всю кровь высосала и выпрыгнула ты как а ты уже в курсе да ну ничего жить буду что будешь делать да вот теперь уже не знаю мне как будто пыльным мешком по башке стукнули я то ехала дура думала меня тут ждут не дождутся подарков вон купила я ведь этому козлу машину хотела на день рождения купить ну не дура а машину ты чем там в Италии занималась во перепела чем занималась за теткой пожилой ухаживала значит уплатила она хорошо а потом померла даже наследство отставила прикинь большое кому как для меня большое десять тысяч евро везет тебе Манька конечно везет ты как приехала домой посмотрела что у меня там творится так сразу и подумала ну не везет ли тебе Маня да некрасиво у вас с Виктором получалось некрасиво ну да сволочем последний ты понял я два года на них Женька и шачила я ж копейки лишние на себя не потратила да я б толком домой не звонила все экономила да сволочь а знаешь что я себе на день рождения тачку буду ездить как королева а в следующем году махнем на море сжек как белые люди вот это по нашему а водить ты умеешь? на курс пойду а хочешь я тебя научу? а ты умеешь? блин обижаешь подруга не покойди ну серьезно ну а то ну давай а что научусь буду ездить а Витька придурок пускай себе локти кусает да? ну ладно Мань пойду я меня иди на стадионе иди о держи подарок Милан спасибо ну увидимся Мань давно вернулась? сегодня ты что такие хорошие вещи только помойку кидаешь а? да и что мы с ними слушай отдай их мне а я их продам да? да Мань ну ты что знаешь уже? слушай ты бы хоть намекнула ну что тебе трудно позвонить было тоже мне подруга Мань да я хотела а все заладили не лезь не лезь они помирятся поссорятся а ты виноватой останешься обиделась? ты что? а на что обижаться то? муж любовница беременная а подруга лучше молчит как сволочь последняя не на что обижаться не парься Мань а ты за это то сколько хочешь? нисколько да? а ты что это разбогатела что ли? смотри он гуча в помойку кидаешь бриллиантики тебе на шее подкупила это подарок сеньора перед смертью подарила понятно? ну что себе сеньорин то у вас там может и мне туда поехать то? ну ну тебе Мань а я вещи продам позвоню за деньгами придешь? посмотрим Мань ну что? прости меня ой да иди ты а я всегда говорила что Витька козел так ты ж люблю люблю да любилась ты почему мне не позвонила? а зачем? все равно все ясно стало только после того как она к нему перебралась с пузом чего б ты сделала? я б раньше приехала мам ага чтобы из-за этого козла столько денежищ потерять? матч-два я ж думала ты там себе тоже кого-то приглядела чего? слушай а ты вообще чего сюда вернулась а? мам ты что с ума сошла? ты думала я Женьку своего брошу? спасибо тебе что спасибо 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 свалилась как снег на голову и виноватых теперь ищешь у меня жить негде ты знаешь мы с Даней и с Наташкой еле-еле в этой чертовой двушке расходимся ну что мне теперь делать? а я знаю сама думай ты со мной не советовалась когда ты возвращаться сюда надумала Манька это мне халатик а? или маме можно мне? ты надолго приехала? ты когда обратно? навсегда настошертела мне это Италия что с ума сошла что ли? что ты тут делать-то будешь? на рынке торговать? а что сразу на рынке? а куда тогда? права получу тачку себе куплю придумаю что-нибудь вот эту вот хрень что ли свою продашь? подарок Манька скажи я денег-то много привезла а? ну-ка колись я тоже очень рада вас видеть Даня! иди к маме иди-ка сюда Мань! чего? ты нам денег дай ты же знаешь Наташка не работает этот ее козел по полгода алименты задерживает а на мою пенсию ты сама понимаешь и я бы на твоем месте из дома не ногой зря ты что ли на него столько лет горбатилась? никому ничего не должны никому ничего не должны не такой бежан хорошо иди-ка надо отдыхать надо отдыхать все до свидания все все до свидания ну-ка вставай давай что? что оглохло что ли вставай давай я говорю Жень! помоги Женька ну давай быстрее ну помоги ну сейчас сейчас господи давай на меня оба и диван мой телевизор тоже кстати на мои деньги куплен ага давай проползай туда в комнату давай осторожно порожек мам а какая это Италия? красивая давай давай а что ты там видела? ничего не видела два года в Милане прожила все мечтала в музей сходить двадцать евро на билет пожалела ага о тебе на рыв а давай ты подождешь пока я выраст я заработаю денег и мы с тобой вместе в Италию поедем я тебе там все музеи покажу хочешь? хочу давай три четыре мам а если папка нас не выгонит хватит трепаться давай двигай ой добрый утро садись я сейчас тебе пиццу разогрею а ты? я потом а потом ты? да Жек ты яичницу будешь или омлет? я лучше бутербурок ем привет привет сынок чай будешь? давай давай суп хочешь? может тебе стакан молока налить? да не не хочу ты сегодня надолго? осторожен кипяток так у меня шутбол а Женя, как у тебя дела в школе-то? а а потом я обещал к Тухе зайти у него новая игра вообще бомба а купишь мне такую? посмотрим эй, сынок вообще с тобой отец разговаривает что, оглохший совсем? не трогай его да ты не лезь я ему отец и он должен мне отвечать ты мне больше не отец что? не обращай внимания на этого псих ешь давай быстрее ты в школу опоздаешь да я-то псих Витя, тихо пока вы живете в моем доме рта не смеете раздевать на меня я вас научу, как отца уважать бабу свою поучи тебе с собой положить? да не, не надо я вообще с кем разговариваю-то вообще? Витенька Витенька, да ты ты не Витька она меня при родном сыне психом обозвала вообще а ты-то кто? ты кто? шлямось там в Италиях неизвестно с кем тоже мне только телефон не забудь да я Витя если и шлялась то с пузом к тебе не приехала это ты мне сюрприз сделал у тебя еще хватает совести в глаза мне смотреть а в этом доме даже стул под задницей шалавы твоей на мои деньги куплен и кровать ваша двуспальная и белье а я пока судно с запарализованной теткой выносила вы на этом белье кувыркались так что ты сына моего не трогай тебе скоро будет кого воспитывать Женя мой сын Белл а на черта ему такой отец который вместо башки одним местом думает ты к нам с Женькой не лезь ну что ты сидишь-то иди давай успокаивай свою истеричку и передай ей если она еще раз на моей кухне появится когда я здесь и я ее же помою и на бушку вылью ты меня знаешь если я узнаю ты ее хоть пальцем тронешь я тебя ну что ты ну что ты что что ну что напугал пугальщик хренов ой мать здорово здрасте теть Валь вам чего я знаешь что спросить хотела ты сегодня за хлебом пойдешь а что ну купил бы мне буханочку а то знаешь черствые зубни грызут а за мягким ноги не идут теть Валь а я тут пиццу приготовила хотите а не объем да ну что вы я сама вам предлагаю я сейчас принесу ага на чем все воюете а вам то какое дело да я просто так спросила а что тут сразу скипел а зачем вам знать вообще теть Валь что это вы манеру взяли прорубили себе дыру в заборе и шастать туда-сюда туда-сюда когда вам удобно как у себя дома ей-богу как у тебя разные приличия постучали бы теть Валь а вот пицца ага ой спасибо да на здоровье ой спасибо ой какая ты злая стала майн а вы бы на моем месте добренькой были бы а ты сама виновата что Виктор твой загулял сколько можно по этим за границам шастать мужик он как кобель его на цепи держать надо ладно не трогайте меня получили свою пиццу и давайте идите а если вам добренькая нужна так это не ко мне это вот у нас Томка по этим делам меня оставьте ради бога сил моих больше нет так жить ну как там башня какая башня какая пизанская ну такая же как наша только кривая тебе вообще Италия-то понравилась понравилась а что там не понравится красиво тепло только я почти не видела ничего у меня после работы времени только на сон и было ничего еще вся жизнь впереди поехали поедем красотка кататься итак начнем первый урок первое правило вождения это золотой треугольник золотой треугольник что это это зеркала зеркала заднего вида и два боковых о них нужно помнить всегда правда одного зеркала у меня нет так что треугольник у меня не золотой а скорее серебряный сам придумал нет кино видел я же правила только футбольные знаю видишь как фишки расставил как на футбольном поле так мы вроде есть на футбольном поле ладно поехали тише едешь дальше будешь второе правило вождения это поговорка заводи что что не так а вот это второе правило вождения прежде чем заводить поставь коробку передач в нейтральное положение вот теперь заводи ну смелей привет как дела нормально права скоро получаю ты что хотела да ничего не хотела просто соскучилась хотела потрындеть с тобой я знаешь с одним чуваком новым познакомилась Игорь такой классный вообще а Андрей где господи нет больше Андрей это как мама бросил он меня ну что пусть катится у него жена и двое детей а ты типа этого не знала слушай он обещал развестись урод а Игорь он не такой вот если ты с ней познакомишься ты вообще сразу все поймешь мне надо мать уговорить чтобы она пустила его в нашу квартиру а это тут при чем а че тут меня хочет отдать я ничего говорю соскучилась че ты врешь здравствуйте что будете заказывать мне такой же коктейль а я двойной черный кофе без сахара крепкий ладно в общем раз ты такая умная слушай Игорь в общем дело свое хочет открыть ну а я тут при чем ну сейчас объясню он хочет заниматься какими-то товарами а смысл сейчас констоваров до хрена и больше неважно может еще не констоварами он не решил но ему нужен первоначальный капитал ну или как это там называется а мама сказала что нет слушай не парься там все нормально он меня в долю берет у меня нет лишних денег я машину покупаю слушай Мань какая машина машина это железка поедешься забьешься убьешься ни бабла ни машины я сказала нет а я что ему скажу а мне то какая разница слушай Мань там все нормально вот он жениться обещал все классно будет ну пожалуйста ну пожалуйста пожалуйста Манечка пожалуйста пожалуйста сестричка ну пожалуйста и ты знаешь куда сестричка и матери передай что денег вы от меня больше не увидите понятно а Даньку Малова тоже бросишь а мы еще расти между прочим надо его кормить надо и это рассчитайся пожалуйста собралась и знаешь Манька вот правда у тебя люди говорят что ты злая стала вообще никого кроме себя не видишь ничего-ничего как аукнется так и откликнется знаешь ли они еще коктейль принесут нет это куда в обуви то ты что ослепла что ли я полы помыла я с тобой разговариваю слышь ты ты что плохо что ли черт на воды попей спасибо ну че отпустила ага тебе когда вообще рожать да не через десять ну хочешь я Витьке позвоню да нет не надо так бывает я сейчас полежу немножко ну кричи если что я скорую вызову что-нибудь тут родишься принимать ну че полегчало да не знаю я ухожу может все-таки врача вызвать ты на меня злишься да нет радуюсь а ты бы на моем месте что чувствовала бы мне было бы очень плохо а мне по твоему значит должно быть хорошо мне кажется началось чего да рожаю я а главное как вовремя алло скорая Пушкина девять у нас тут рожают какая фамилия а эй фамилия твоя как Чернышова как Чернышова господи мы что там с ума что ли все посходили на черта вам ее фамилия она вот-вот родит давайте Пушкина девять почему именно сейчас а когда я дома ну ладно не ной едет уже скорая ты не уйдешь куда же я теперь денусь от тебя ой ой ты господи ну как На улицу скоро поедем? Ну, насчет улицы не знаю, но сегодня явно получше. Всего без двух прошла. Но понимаешь, это все-таки не Бовлина, где хорошо одним махом все кегли сразу сбить. Здесь наоборот нужно. Знаешь что, мы только начали. Да блин, я все время забываю, где тут газ, а где тут тормоз. Да еще поворачивать забываешь. Ну ладно. Да ты же их давишь, как муравьев просто. Ой, Маша, смотри, на тебя я удивляюсь. Как же ты машину по улице водить будешь, если ты ничего вокруг не видишь? Ой, ладно тебе. Ладно, не ворчи. Вся час лучше будет. Маша, сможет мы... Манька! Это что, Динка? Мань, привет! Ладно, давай, до завтра. Пока. Манечка, родная. Привет, привет. Привет, я думаю, кто тут так лихо водит? А это Манька собственной персоны. Ты давно из Италии? Да около недели. А ты-то как здесь? А, я малого к бабушке завезла. А это Валера с тобой? Ну да. Я думала, он в Москве. Вернулся. Что-то у него там не срослось. Вот хочет меня водить. Может, посидим, дети, поговорим? Есть время. Пойдем в Жемчужину. Там кофе всегда хороший был. Пойдем? Пойдем. Пойдем, Мань. Ну и что, подруга надолго приехала? Навсегда. Сразу с места в карьер. Машину, что ли, купила? Да нет, собираюсь пока. Понятно. Ну как дела, Мань? Рассказывай. А ты, типа, того не знаешь ничего. Мне же ничего не слышала. Об этом же весь город. Трипец. Так а что я должна была слышать? Ну, например, что у моего Витьки новая жена, которая неделю назад ребенка ему родила. Твоего Витьки? Угу. А вы что, разошлись? Нет. Мы даже не разъехались. Я не понимаю, Мань, а как это? Очень просто. Живем все вместе в его доме. Большой, дружной, шведской семьей. И как Витька тебе это объяснил? Ну, никак. Я вообще-то объяснения у него и не спрашиваю. Какая мне разница? Теперь же ничего не изменишь. Так вот каждый раз, когда я его рожу наглую вижу, хочется вмазать. Не ли сдерживайся, честное слово? Слушай, Мань, а хочешь ли я тебя к нам на работу устрою, а? Куда? К нам в кондитерский цех. Очень женщины нужны. Платят. Знаешь, как хорошо? Здесь ты таких денег никогда не заработаешь. А что? А может, правда? А чего? Не, серьезно, я за. Тем более, у меня машины скоро водят. Здесь же сколько? Полчаса хода. Да? Так. Давай-давай, я поговорю. Только обязательно нужна санитарная книжка. Сейчас с этим строго. Да это не проблема, я сделаю. Помотаешься немножко, а потом, если все будет нормально, и совсем переедешь. И Женьку перевезешь. Ну, сколько можно держаться за этот городишко? Угу. Спасибо. Динка. Ау. А для меня это выход. Ну, здорово. Спасибо тебе. Да не за что. Редора? Здрасте, можно? А вы, простите. Еродская, Мария, мне сказали к вам зайти. Ну, присаживайтесь. У меня не болит ничего. Я медицинскую книжку делаю для работы. Угу. Так. Угу. Что-то не так? Понимаете, Мария, вам просто придется пройти повторное обследование, еще раз сдать кровь на анализ. Я вот выписываю направление. Девчонки в лаборатории знают, что делать. А зачем? Ну, вдруг я ошибся. В чем? Рано. Про это пока говорите. Может быть, действительно, это просто ошибка. В любом случае, я жду вас завтра с утра, здесь же. И анализы как раз будут готовы. Что-то серьезное? Вы можете мне сказать, я должна знать. Понимаете, Мария, есть подозрение на злокачественную опухоль. Возможно, вам потребуется операция. Продолжение следует... 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 Вить! Здорово, сынок! Привет. И все, твой завтрак, что ли? Угу. А, магия? У меня голова болит. А! Может, тортик будешь? Я вчера испекла. Вкусный, да, Вить? Да. Ты ему супчик и налей. А суп? Суп перловый. Хочешь? Да не нужен мне ваш суп! Отстаньте вы от меня! Тихо, тихо, тихо. Ты куда? Школа. А ты завтракал? Да. Добрый день. Ну и как это понимать? Две недели пацан без завтрака. Низа, тебе сложно готовить. Он Томку попросил. У него всегда время есть. Вить. Ну что, Вить? Что, Вить? Ну, видишь, что происходит? А надо забросить ему вообще заниматься. Он настраивает против пацана. А самой пофиг тебе. Ну, вообще-то мне не сложно на двоих завтрак готовить. Заткнись. Что? Оба заткнитесь. Поненавижу. Руки хорошо помыла? Хорошо. Тогда вот те яблоки, надевай фартук, садись, работай. Мам, я вообще-то поговорить с тобой пришла. Ну и говори, кто тебе мешает. Заодно и матери поможешь. Я, между прочим, не девочка уже. Мне тяжело. А ты тоже дочка хорошая. Знаешь ведь, как мне тяжело? Пришла бы иногда помочь, убрать там или постирать. У тебя Наташка есть. Ага. От нее помощи дождешься. Как же? Она только умеет, чтобы в козлов влюбляться, до аборта делать. Мам, скажи. Если со мной что-нибудь случится, ты ведь Женьку не оставишь. А что с тобой может случиться? Ты молодая, здоровая. Это я того и гляди на тот свет отправлюсь. Слушай, спать совсем перестала. Только заснул. Отец ваш покойный, прям как живой, перед глазами стоит и меня за собой зовет. Просто пообещай мне, что ты его не бросишь. Все. Слушай, мне еще только Женьки не хватало. Ты Наташка не сегодня-завтра нового мужа приведет. Вообще, что ты выдумала умирать? Она собралась. Расстроить меня хочешь, чтобы я и эту ночь еще не спала? Мам, да не расстроить. Да горит. Пироги горят. Белые совсем, мам. Закрой! Кто тебя так учил? В кого ты только такая бестолковая? Я же тебе говорила, тесто сядет. Но я же быстро. Ему хватит. Послушай меня, пожалуйста. Нет, это ты меня, послушай. Ты посмотри на эту квартиру. Здесь давно пора делать ремонт. Господи. Ты посмотри на эти обои. Ты посмотри на эту плитку. Наташка говорит, что ей просто стыдно приглашать сюда приличных людей. Пусть она сама ремонт и делает. А какие деньги она будет сама делать? Ты прекрасно знаешь, что она не работает. На мою пенсию, что ли? Если б ты нам дала. Это не моя квартира, мама. Между прочим, ты здесь выросла. Ладно, я пойду. Ты дашь денег на ремонт? Вот умру я тогда, поплачешь. Вспомнишь тогда свою мать. Ой, ну прекрати этот концерт. Ну хоть половину денег дай. Мы друзья с детства. Да я знаю твое детство. И знаю твоих друзей. Мы тоже с тобой друзья. Улыбается. Ну это совсем другое. А, ну конечно. Как же мне понять. Другое. Детский сад какой-то. Ой, да ладно, слушай. Детский сад. Он совсем озверело. Даже не здоровается. Маня! Маня. Беги еще, побеги. Мань, Козаностров! Ты что вчера не пришла? Я ждал тебя как дурак. Слушай, Валера, я не буду больше заниматься. Ты прости, не до того я сейчас. Что значит не буду? Ну-ка отставить разговорчики. А это русский язык, понимаешь? Отвали. Ну ты что, Мань? Ну-ка, пойдем поговорим. Пойдем. Пойдем, пойдем. Жизнь круглая. Как мячик. Как, как пнет судьба. Повезет так в девятку, а нет так. Можешь вообще лопнуть. Когда в Москву-то? Я не поеду. Не буду я делать эту операцию. В смысле? Деньги нужны? Сколько? Да при чем тут деньги? Не поможет. Что значит не поможет? Это рак. Только зря деньги на операцию потрачу. Пожел, сколько смогу. Сколько смогу. Сколько смогу. Знаешь, Мань. Я мог бы сейчас там, в этом Милане, в футбол играть. А я сейчас здесь. Потому что не рискнул под скальпи лечь. Поможет, не поможет, неизвестно. А так буду играть, сколько смогу. А сколько смогу, закончилось через месяц. Только у меня игра, Мань. А у тебя жизнь. Ты должна рискнуть. Ты же боец по жизни. Женьку страшно одного оставлять. Извините, мысли брось. Ты должна знать, что все будет хорошо. Женька, у тебя талант. Я, может, еще мировую знаменитость воспитаю. Ой, лучше бы у него талант был к математике. Или к языкам. Дура ты, мать. У него дар, он футболист, от Бога. Таких в мире единицы. Господи. Так вот, что ты все время пьешь. Даже когда водить меня учил. Ой, Валера. 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 Чего? Спасибо тебе. Извини, я только молоко быстро согрею. А ты себя хорошо чувствуешь? Тебе ничего не болит? А тебе бы хотелось. Я хотела по-хорошему. А по-хорошему у нас с тобой не получится. Ты мне по-хорошему жизнь сломала. Не надо сейчас соседа в родительку учить, ладно? Я тебе зла не желаю. Привет, ма. Скоро обед? О, здорово. Ты лучше посмотри, что я тебе купила. И что это? Ну, помнишь, что ты мне хотел Италию показать? О, книга про все музеи Италии. Почитаем, выберем, что нам с тобой интересно. Круто. И отметим на карте, карта Рима. Маршрут выберем. Да ладно, ты че, серьезно? Ну да, так все делают. Круто. Слушай, сколько здесь музея. Тысячи. Ну, давай обедать. После обеда посмотрим все. Так. Я тебе борщ твой любимый приготовила. Так, и курочку с яблоками. А ты че уселся-то? Ну, давай руки мыть. Ну, давай. Ты че не спишь-то? Тебя жду. Я тоже очень соскучился. Витя. Витя, я хотела с тобой поговорить. Витя, ну, подожди. О чем? О Маньке. Мне кажется, с ней что-то не так. Витя. Да с ней всегда все не так. Мне кажется, она заболела. У нее черные говы по кругу глазами. Она осунулась, похудела. Да она старее всех нас. Ну, Витя, ну, подожди. Ну, а если я заболела, что тебе тоже будет все равно? Ну, че улыб. Витя, ну, че ты? Я хотела с тобой поговорить. Ты куда, Витя? Да по курсе, я прошу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Даня, не уезжай далеко, а? Дань, слышишь меня? Стой! Дань, блин, сейчас получишь! Даня! Даня! Дань, ты сейчас по жорби получишь! Стой, я сказала! Так, так, тихо, 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 тихо. Ты куда собралась-то, а? Ты куда? Ты у меня дома три дня сидеть будешь, понял? Наташ, Наташка! А со мной ты не хочешь поговорить? О чем? Ну спроси, как у меня дела, как здоровье? Бойнешься. Ну погоди! Ну что тебе, кроме денег, со мной вообще не о чем поговорить? Не о чем? Это плохо, ты ведь теперь мораль читать будешь, да? Ладно, мораль я тебе читать не буду, я просто скажу. Ты устройся на работу. Если я не смогу вам помогать, на что вы с матерью жить будете? Слушай, отстань от меня, а! Меня и так уже из-за тебя Игорь бросил, поняла? Наташ, я понимаю, что это я тебя избаловала. Ну прости меня, пожалуйста. Слушай, не корчай себя Святошу, а не Пасха. Пошли. И не ряби! Чего ты плачешь? Маш, можно? Ну? Правда, что у тебя сегодня день рождения? Я могу торт успеть, у меня даже свечи есть. Ты как узнала? Да Вить как-то обмолвилась, я запомнила. Ты же дурой прикидываешься. Ты как узнала, что у меня рак? А у тебя рак? Давно? А я думаю, что ты сама не своя ходишь. А как же ты медная? Ну если ты не знала, что ж такое добренькое-то вдруг стало, а Том? А что говорят, какая стадия? Да ты не расстраивайся, Томочка. Ну что ты так? Ну да не реви. Это мне реветь надо. А у тебя же все хорошо. Тебе же все достанется теперь. И Витька, и дом мой. Это я должна расстраиваться, что у меня вся жизнь под откос пошла. Я же два года угробила на этот чертов дом, а ты теперь в нем жить будешь. Ну смотри, как хорошо получается, да? Ну ты рада? Рада! Маша. Давай Витя позвони. Ну что ли? Только попробуй ему сказать. И Женьке тоже. Я здесь хожу, улыбаюсь, и ты будешь ходить и улыбаться. А если я узнаю, что ты проболталась, я тебя собственными руками, я тебе клянусь, я тебе... Мы в праздник... Томик, не трогай меня! Дура была. Чего ты меня хоронишь раньше времени? Иди давай. Маша! Мама где? Она прилегла отдохнуть. Опять голова? Женька, подожди, ты не ходи туда, а то разбудишь. Хочешь, можешь мне помочь? А что ты делаешь? Сюрприз. Какой сюрприз? Ну, твоей мамы же сегодня день рождения, я хочу сделать праздничный ужин. Я знаю, я ей тоже подарок приготовил. Да ты что, какой покажешь? Ну, это секрет, это только мама знает, и я. Постой, может, все-таки мне поможешь? А что нужно делать? Да ничего сложного, дверь закрой. Садись. Почистишь, справишься? Угу. Как у тебя здорово получается. Ты секреты хранить умеешь? Да. Точно? Сказал же, умею. Послушай, у твоей мамы сейчас непростой период. Она болеет, мы должны ей помочь. А как? Ну, постараться ее не расстраивать, не тревожить. Это не так уж и сложно, правда? Ну, она не умрет? Да нет, ну, что ты? Нет, конечно, ты только не говори ей, что знаешь про ее секрет, а то она на меня рассердится. Ну, она точно-точно не умрет, ты обещаешь? Да, конечно, ну, что ты. Она же тебя так любит, как же она тебя оставит? Хочешь клубнику? Да не, не хочу. Точно? А ты давно пришел? Нам сюда нельзя, здесь сюрприз для тебя. А ты поел? Да. Слушай, Том, а давай я покачаю? Ну, давай, только осторожно. А вот смотри, египетский музей. Знаешь, что в нем есть? Что? Там, короче, такие гробницы, а у них мумии, прикинь. Ну, что, сходим, посмотрим. Не боишься? Чего? Ну, вдруг они воскреснут, как в кино. Да не воскреснут они. Ну, если ты боишься? Я не боюсь. Отмечай. Точно отмечай, тетика? Отмечай, отмечай. Мань, можно? А что спрашиваешь, если уже вошел? Давай. Маш, мы тебя поздравляем. С днем рождения. Маня, с днем рождения. Закадывай желание. Помогай, Жень. Ух ты! Ну, все, обязательно сбудется. А я так это тонко. Пойдемте чай пить. Пойдем, чай. Пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Тихо-тихо! Тише-тише-тише! Тома! Звони в скорую! Мам, что ты с ней сделала? Том, она задыхается! Звони в скорую! Что случилось? Быстренько за скорой! Быстро-быстро! Звони! Дай-дай-дай! Расстегни ее! Только без истерик! Сейчас вызовем врача, все будет нормально! Жень! Ты позвонил? Что такое? Женя! Ой! Алло! Фушкина, девять! Давайте быстрее! Срочно, сейчас ребенок задыхать! Еду! Мам, а Светка теперь точно не умрет? Ну, теперь уже точно! А если бы ты ее не спасла, она бы умерла? А чьи-то я бы ее не спасла? Ну, а если бы нет? Жень, ты что? То есть, ты считаешь, если твой папа меня обидел, я ему мстить должна, что ли? То, что между нами с ним произошло, это касается только нас! А дети здесь ни при чем, ясно? Ну, а вдруг папа вернется? И все будет как раньше! Как раньше, уже не будет, Жек! Ну, нам же с тобой вдвоем хорошо, разве нет? Ну, правильно! У них теперь своя семья, у нас своя! Ну, а что? Папа же все равно тебя любит! Мы со Светкой брат и сестра! Он всегда будет вас одинаково любить! Посмотрим! Может, мороженое? А может, пиццу сразу? А, а не жирно? Да ладно, нормально! Давай пиццу! А что, приготовим или замороженое будем покупать? Давай приготовим, у тебя вкуснее! Борщ будешь? А Томка сказала, что ничего приготовить не успела! Мой будешь? Буду! Хлеб сам возьмешь, не барин! Мань! Что? Спасибо тебе! Раньше ты меня за борщ не благодарил! Это не за борщ! За Светку! Если бы не ты, то... Ладно, ты еще расплачься! Что, у вас семейная, что ли? Как они? Ничего! Вот через пару дней должны выписать! Пойдешь к ним завтра? А надо? Ну, мужики, даете! Я куриный бульон сварю и сырники сделаю, отнесешь! Хорошо! Котлет на сковородке! Уберешь все за собой! Извините, ухаживать за вами! Никому! Ты чего не спишь-то? Поздно уже, завтра вставать рано! Да и не спишь! Мань, ты злишься, нет? А смысл? Я сам не знаю, как это все получилось! Я ведь тебя ждал! Да, я все мечтал, ты вернешься, как мы заживем хорошо! Год, полгода, потом еще! Там такая тоска напала! Прям ввешайся! Вот, и Тонка появилась! Она хорошая! Она ничего не требовала от меня! Приняла меня таким, какой и есть! Ведь почему ты мне не сказал? Ты о чем? Про Тонку про свое! Что ж ты мне ничего не рассказал! А ты почему не рассказала? А я-то чего должна была рассказывать? Ну как? Мне мать твоя рассказала, что у тебя в Италии мужик, и ты не соберешься возвращаться? Врешь! Я уже не думал, что мы с тобой свидимся! Она мне сказала, я поверю! Я же с Тонкой ничего серьезного-то не планировал, понимаешь? Ну вот она забеременела! Ты Женьке рассказал? О томе, конечно, она же переехала! Да не о ней! О том, что у меня в Италии якобы мужик есть, рассказал? Да нет, ну-ка! Он тебя так ждал! Ой, Витька! Что мы с тобой наделали? Мань, я вам Женькой дом оставлю! А Светка подрастет, мы с Томой поедем в Норильск, у нее там сестра, она нас точно примет! Да и надо вам никуда уезжать, пока здесь все вместе поживем! Ну а потом придумаем что-нибудь! Мань! Мань! Ты правда больна, да? Тонка сказала! Да нет, она просто решила, что ты плохо себя чувствуешь и круги под глазами! Ей показалось, да? Спокойной ночи! Мам, а это ты же вернешься? Ты ведь выздоровеешь? Угу! Я ведь еще хотела тебе Италию показать! Мы с тобой не только Италию увидим, а потом по Франции рванем! Вообще по всему миру покатаемся, я тебе обещаю! А давай, когда мы в Италию поедем, мы еще Томку со Светкой возьмем! Нам ведь не жалко, правда? Да уж не жалко! Ну ладно, все! Давай, ты опоздаешь! Маш, давай я тебе помогу! Тихо, тихо, тихо! Поклянись мне, что ты Женьку не бросишь! Да ты что такое гордость? Ты не сказала, поклянись! Иначе я сейчас не поеду никуда, ты меня знаешь! Да, знаю! Я обещаю, что буду любить его как родного! Хорошо! Все! Подожди, ну как ты одна-то поедешь? Надо было Витьку хоть попросить, чтобы он тебя добросил! Справлюсь! Ты позвони, когда приедешь, как там устроишься! А на выходных я к тебе Витьку пришлю и Женьку, он же Москвы-то не видел, а то он про свою Италию говорит! Все уши уже прожужжал! Ты знаешь что? Я ему там обед приготовила, и плетя стоит! И компот в холодильнике! Как страшно! Ничего страшного, ты не бойся! Держись ты ни одна! А знаешь, что у меня здесь? Смотри! Ну, смотри! Это что? Ты знаешь, как я хорошо шью? Ты откуда это? Чудовище из какого музея ты украла? Витька по уставке возьмет! Мы на любые лекарства деньги заработаем! Ты не волнуйся! Ты держись! Главное, не нувай! Потому что если будешь унывать, я тебе прям кулаком в лоб! Ладно! Все хорошо! Мне правда пора! Ну давай, я тебя провожу! Ой! Я сама дойду! Правда! Что это? Ну а что это Павел Иванович? Прям такой, как все о нем говорят? Даже лучше! Никогда не было у него ни удачных операций! Удача — это в картах! А Павел Иванович у нас хирург от Бога! Да-да! Павел Иванович, к вам можно? Конечно! Я документы здесь, на столе оставила! Хорошо, Ниночка! Проходите, присаживайтесь! Вы? Мария! Так выходит, это вы, Павел Иванович? Выходит, я! Я не думала, что я вас когда-нибудь встречу! Да! А я, признаться, ожидал! Вот каждый день! Думаю, откроется дверь и зайдете вы вся в сливовом варенье с рубашкой в руке! Да нет! Как видите, теперь совсем другими заботами живу! У меня есть шанс? Мария, шанс есть у всех! Да я-то чего? Мне сына жалко! Мария, операция сама по себе не сложная! Я эти операции делаю каждый день! И слава Богу, все живы-здоровы! Но вот в вашем случае все будет зависеть от анализов после операции! Не переживайте! Справимся! Так, девочки, готовимся к обходу! Павел Иванович приехал! Опять? А это где? Опять в город сбежала! Она мне добегается! Всего доброго! Всего доброго! До свидания, доктор! Ниночка, проследите обязательно, чтобы Ларисе Ивановне ночью не забыли дать новый препарат! Хорошо, Павел Иванович! Вот! Ой! Ну, добрый день, Мария! Вы извините, я не знала, что будет обход! Павел Иванович, она постоянно в город бегает! Мария Андреевна, вас что здесь, плохо кормят? Нет! Ниночка, у нас в меню есть сливовое варенье? Вижу, что нет! Правда, Мария? Мне просто надо было быть в городе! Вам надо было бы быть в палате, Мария Андреевна! Я зайду к вам после обхода, будет серьезный разговор! Вы должны соблюдать больничный режим! Что вам не лежится, как нормальный больной? Где вас постоянно носят? Знаете, Павел Иванович, я не знаю, сколько мне осталось… Опять? Мне вам еще сколько раз повторить? Я врач, я не волшебник! Я не буду вас оперировать, пока у вас такое настроение! Вы должны поверить в успех, иначе… Послушайте, я как раз таки прекрасно понимаю, что все будет хорошо! Но просто жизнь проходит! Мы сидим здесь целыми днями, жалуемся друг другу, рассказываем про свои болячки, и ничего не происходит! А жизнь, она вот была, а теперь ее нет! Понимаете? Не совсем! Я сына обещала в Италию свозить, Рим ему показать! Понимаешь-то языка я совершенно не знаю! Вместо того, чтобы лежать, ничего не делать, я… Пошла и купила себе самоучителя итальянского, и… И теперь хотя бы с пользой дело лежу, учу язык! Ну, вы, конечно, сумасшедший! Ну, спасибо, Павел Иванович! Нет, я в самом лучшем смысле этого слова! Так, ладно, давайте, так… Я пойду в палату, я буду соблюдать ваш больничный режим, ладно? Идите! А вы не будете ругаться на меня, если мне вдруг понадобится хотя бы одна книга еще, чтобы… Идите, Мария! Здесь действительно очень близко! Это… Идите в палату! И умоляю вас! Не прогуляйте операцию! Случайно! Ну, что вы, Павел Иванович? Ну, чтоб я… Что ж, я совсем ж глупая! Ну, что… Уроки сделал? Угу… А чего не ложишься? Ну, так… Скажи, а правда, что… Ты с матерью в Италию соберешься? Ну, а тебе не все равно? Нет, мне не все равно! Независимо от наших отношений с твоей матерью, ты мне сын, понял? А Светка? Что, дурак, да? Все-таки девочка, а не может быть моим сыном? А ты с нами в Италию поедешь? Если возьмешь? Конечно, возьмем! Мы еще и Тому со Светкой возьмем! Мама разрешила! Да? Ну, хорошо! Давай, ложись! Давай, давай! Здорово! Здорово! Ну, как вы тут? Все будет хорошо! Мне помнится, что вы везучая! О! Все мое везение на сливом варенье так кончилось! Нет, Маш, вам так легко не отделаться! Вы мне должны еще привезти из Италии итальянскую рубашку! Красиво! А сыну должны Рим показать! Помните? Рим, Италия! Знаете, как вы меня в детстве прозвали? Как? Павел Иванович, время пошло! Что это такое торт Он был Sauк Алиаска Принlocка 10 до 15 лет А Хрни ini Olaf Бонжорно, Казаностро. Здрасте, Павел Иванович. О, сидите, сидите. Как ваше самочувствие сегодня? Да вроде нормально, спасибо. Нормально? Ну давайте быстрее. А, сейчас. Ваш? Мой. Какой большой. А ведь вы действительно везучая, Мария. Да, Женьке мне повезло. Он такой умница. Ну, в этом я не сомневаюсь, но сейчас я другу. Маша, у меня прекрасные новости. Результаты ваших анализов после операции более чем хорошие. Вы практически здоровы. Так что можете хоть завтра ехать в свою Италию. А можно я маме скажу, что мы все вместе в Италию едем? Маша, конечно. Конечно. А он и мама. Мама! А возьмите меня с собой в Италию. За компанию. Это надо у Женьки спросить. Он у меня главный. Господи. А ведь я действительно везучая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова